Исполняют главные роли в постановках Бульнары Головинской. Бульнара Головинская прослужила театру 30 лет. Не знаю, какая она теперь стала. Хороший она человек, легкий, простой человек. Помню, был студентом лет 18, меня худрук с роли снял. Кровь пошла из носу, а Бульнара, как сейчас помню, такая же молоденькая, худенькая, подвела меня к рукомойню. Не плачь, дурачок, артистом станешь. Дурачок. Учил вот песню, ничего не выучил. Учил и уснул. Андрюшин, вспомнил. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты уникальная, ну, а трудишься, как сумасшедшая. Я восхищаюсь твоими спектаклями, их люблю я с неистой силою. Красота, мизансцен вертикалями, интонацию слушаю, милую. Что поставится, то играется, твое творчество не позабудется. Ну, а дочка, какая красавица, что порою, я думаю, чудица. Для кого-то ты Головинская, для кого-то ты просто Гульнарочка. Для кого-то ты Гуля Беровская, а для нас ты почти что Рязаночка. Головинская, очарована, околдована, Женей мудрым когда-то повенчена. Будешь в наши объятия закована, Драгоценная ты наша женщина. Что ж, Бурмана, дорогая, ты как видишь, мы без руководства театра сегодня. Мы с дружеским визитом, артисты, и прибился главный художник случайно. И ты же понимаешь, когда ты приглашаешь… Спектакль «Вишневый сад», главный сценограф, спектакль «Вишневый сад» по ей постановке. Геннас Комаров. Когда ты приглашаешь очень красивых людей, они выходят перед нами на сцену, и все думают, дальше лучше, лучше. А потом выходят вот три динозавра резонские. Ну, не знаю, как же. Я почувствовал, нужен какой-то перевес с нашей страны. Поэтому Геночка с нами, вот у него такой вот к тебе презент интересный. Посмотри, это сушеная вишня, вареная вишня и настоечка на вишне будет. То, что мы больше всего любим, да. Вот. А что касается слез, мы тоже плакали с Гульнарой. У нас были разные имена в театре. Мы их меняли, как перчатки. А во время кастингов с Гульнарой, каждый из нас, еще когда был спектакль «Король Лир», мы каждый применялись ролями. Каждый начинал с одного, переходил на другое. Но всегда результат получался у нас, да, Гульнары? Да. Что касается мучений артистов, в нашей жизни был песок, сено, вода, бутылка воды залпом, желание Гульнары в конце, чтобы Яша выпил залпом бутылку шампанского настоящего. Она что, Гульнара не стоит? Потом не закончится спектакль. Вот, Гулечка, смотри, здесь вот в этом бакете… А добавлю, Лабахин, вот артист Роман Горбачев, перед тем, как сказал, я купил «Вишневый сад», он выпивает пол-литровую бутылку без остановки. Просто вот на аварцине без остановки выпивает, а дальше продолжает свой монолог. Заметили, да, какое оживление вызывает вот эти вот моменты, когда артистов мучают все время сразу? Ну, как мы это придумали, и он, удивительно, это все на репетициях каждый раз выпивал. Я же была добрая, вы помните, я говорю, давайте теперь пол-литра будем наливать, давайте теперь одну треть будем наливать, у вас уже получается, будем жалеть. А он говорит, нет, до сдачи, мне надо все время… Я распределяю дыхание, у меня идет свой процесс, мне это надо все время распределить без остановки, пол-литра выпить и дальше продолжать налог. Лабахина, вторую часть, Костя, я купил. И вот, конечно, вы молодцы, вы настоящие солдаты, я искренне вам это говорю, без вот никакой ложной действий. Спасибо большое. И вот сегодня, ну, не хочется возвращаться к тем темам, которые мы уже обсудили, у нас в Гульнаре есть еще одна сторона нашей деятельности совместной, да, это езда, ну, по фестивалям и гастролям. И, наверное, это единственный режиссер, который с нами проехал столько фестивалей по ЦФО и всегда был с нами, да, вот о чем мы говорим, о том, что всегда человек приходит репетировать с нами. И вот вы же понимаете, что мы за время репетиции, за время работы в театре все привыкаем друг к другу, привыкаем к Гульнаре, когда ее голос звучит два с половиной месяца и падают в обморок даже уборщицы. А тут вдруг мы приезжаем в новый театр, где Гульнару еще не видели. И она собирает артистов часа за четыре до начала спектакля. И начинается бесконечное шоу для всех работников этих новых театров. Гульничка, спасибо тебе за то, что ты умеешь удивлять всех, и в том числе людей, которые давно в профессии. А мы вот от нашего трио группы «Изюм» сделали для тебя единственный в своем роде вместе с нашим фотографом Сергеем Газетовым альбом, посвященный нашему спектаклю «Вишневый сад». Там есть мы, есть ты и есть какая-то атмосфера, которая есть в нашем спектакле. Ну вот, собственно, и сама. Спасибо еще раз с этой прекрасной датой, в принципе, в творчестве. Юбилей прекрасный. Ну и, как обещали, давайте заключим в объятии уже. С превеликим удовольствием! Спасибо, дорогие-дорогие артисты Рязанского драматического театра. В 2014 году я поставила «Короля Лира» и все три артиста Роман Горбачев, Андрей Блажилин и Арсений Кудря исполняли тоже ведущие главные роли. А потом «Вишневый сад», который до сих пор идет в Рязанском театре. Я очень дорожу, что он идет, и очень надеюсь, что мы будем продолжать сотрудничать, потому что, ну, мне кажется, вам нравится со мной репетировать. Мне тоже. Ульяна Горбачевна, очень нравится! Идем дальше к сценарию, и у нас видео-познавление от «Королского театра». Рязанского драматического. Сегодня от всей души мы поздравляемся юмилеем, дорогого нашего друга, коллегу, большого мастера своего дела, человека чудесной души, прекрасной, мудрым, любимым и чутким. Гульнару Галинину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова